Добрый день, уважаемые коллеги! Рада снова вас видеть в эфире и готова снова поделиться своими знаниями. Я занимаюсь образовательными курсами уже более пяти лет, если не изменяет память, лет семь назад я начала проводить первые индивидуальные занятия. Со временем число учеников росло, и от индивидуальных занятий мы перешли к очным курсам для групп, а со временем и к заочным курсам, материалы для которых я постепенно продолжаю размещать в интернете. Все эти года я работала с последовательными курсами. Каждая тема представляла собой линейный маршрут, как вы можете видеть на этой карте. Мы проходим первый этап, второй этап, третий этап, и не можем никак свернуть с этого пути, пока не найдем до конечной цели. Ученики идут по образовательному маршруту, никуда не сворачивая. Но чем дольше я обучала своих студентов, тем чаще мне приходилось пересматривать структуру курса. У всех разные запросы. Кто-то задает очень много вопросов, и когда ты отвечаешь на них, приходится забегать по темам далеко вперед. Кого-то интересуют только конкретные результаты. Приходится сокращать теорию по минимуму и уделять самое большое время практике. Получается так, что самый популярный из моих курсов, а это съемка и монтаж видео на смартфоне, сейчас существует сразу в шести вариантах. По шесть разных групп. Это могут быть взрослые, это могут быть дети на летних каникулах с ограниченным временем и с нежеланием учиться. Это могут быть школьные отряды, которые занимаются во время учебного года, пожилые люди. И вот все это одни и те же знания, которые просто по-разному упакованы. Это одна и та же информация, которую я каждый раз переписываю и стараюсь подать по новой, чтобы удовлетворить образовательный запрос. Но это не очень удобно. Даже несмотря на то, что все темы, все видео вставки, все тесты у меня прописаны, неудобно каждый раз переписывать курс заново. И вот в тот момент, когда я была готова переписать свой курс в седьмой раз, уже под корпоративное обучение, я наткнулась на информацию о чанках. Чанки – это единица информации, которую студент способен усвоить за один подход. Это не тема, не урок, а именно маленький кусочек знания. Он занимает примерно 15 минут нашего внимания. Не зря говорят, что мы должны дробить свои курсы на небольшие порции и за эти 15 минут 2-3 раза менять способ подачи информации. От текста к видео, от видео к интерактиву. Чанк Ленин, этот термин появился с 2014-2015 года, предполагает, что студент кусочек за кусочком осваивает информацию курса, а не идет по выстроенным педагогу маршрутам. Получая один чанк информации, ученик образует в своем мозгу несколько новых нейронных связей. Эта структура пока еще не окрепла. Если не использовать интервальное повторение, то связи быстро ослаблют. В чем же, собственно, тогда ценность чанков, если эта структура не очень устойчива и довольно быстро распадается? Получая, так, каждый курс содержит в себе десятки и сотни чанков. Между собой эти единицы информации связаны нелинейно. Они образуют гигантскую паутину. Каждый кусочек знания цепляется с другим кусочком знания. И иногда очень тяжело отделить один от другого. Если снова приводить в пример один из моих курсов, то чанк, снимая любой движущийся предмет, цепляется с чанком операторский прием «Живая камера», с чанком «Монтаж по движению» и с чанком «Кадрирование». В свою очередь они тоже цепляются с другими вот этими кусочками информации и получается огромная сеть. В отличие от линейных курсов, когда мы выстраиваем четкий образовательный маршрут, в конце которого студента ждет достижение цели, в чанках тяжело прогнозировать, какая будет конечная цель. По этой паутине знаний можно передвигаться хаотично, выхватывать только нужные моменты. И задача педагога как раз помочь направить по этой сети, подставить нужные кусочки в нужное время и провести студента именно к той цели, которая нужна ему. Усваивая любой из трех чанков, которые прописаны у меня в курсе, студент обновляет нейронные связи, ответственные за съемку движущихся объектов. И уже неплотная структура превращается в достаточно уверенную цепочку. Сейчас эти нейроны в мозгу связаны в единую цепь, и получая новую информацию, вспоминая про съемку движущихся объектов, студент может вызвать сразу всю цепочку. Сразу скажу, что чанк-лёнинг, вот эта методика, как Павел Ильич называет, кванты знаний, она использует и согласуется полностью со всеми методическими приемами. Интервальное повторение, встраивание в контекст, модульные курсы, тестирование, повторение информации, закрепление информации с помощью практики. То есть все современные педагогические методики вполне спокойно с ней согласуются и, в принципе, даже во многом были разработаны именно для чанк-лёнинг. В идеальном курсе каждый чанк должен повторяться, должен закрепляться 4-5 раз. В первую очередь это знание. Студент получил новую информацию. Предположим, мы разрабатываем какой-то совершенно новый курс. Пусть это будет курс о том, как готовить определенное блюдо. Я специально выбрала такую тему, которая далека от наших с вами поселенных занятий, чтобы немножко пофантазировать. Предположим, мы готовим новое фантазийное блюдо, шеф-повар записывает свой курс и делит его на чанки. Один из таких кусочков информации, которую получает студент, например, как правильно обращаться с ножом. То есть шеф-поварские ножи, особая технология, очень быстрая скорость резки рубки. Вот готовый чанк. Первый раз студент получает эту информацию. Это может быть описание методики, это может быть и, скорее всего, будет видео и какие-то простые приемы, которые он должен повторить. Всего лишь 15 минут знания. Второй раз в курсе чанк встречается уже в классификации. Мы вспоминаем пройденное раньше и встраиваем его уже в изученное. Например, мы находим место чанкам про использование поварских ножей в информации о посуде, которая нужна для приготовления этого блюда. То есть один нож, вся посуда. Мы встроили чанк в общую систему знаний. Следующее появление чанка – это практика. Вновь сначала мы вспоминаем полученную информацию, затем применяем на практике. Например, студент сам должен порезать луковицу, используя обозначенные приемы. Четвертый и все последующие разы чанк появляется в связи с новым. Студент узнал новую информацию, которая связана с уже изученным чанком, и тем самым закрепил оба эти два кусочка нейронных связей. То есть 4-5 раз – это идеальный вариант. Если курс не ориентирован на практику, если это чисто теоретическая дисциплина, то количество повторений может быть меньше, но это нежелательно. Таким образом, наша нейронная связь, которая ассоциируется с определенным чанком, крепнет настолько, что через некоторое количество повторений можно говорить не о цепочке, а о целом кластере. Теперь студент может оперировать этим кластером информации как единым целым. И уже дальше цеплять к этому чанку все остальные получаемые им кусочки информации. Таким образом, курс, который мы создаем, используя методику чанк-номен, обрастает контекстом. Это связи между чанками. Во-вторых, курс включает в себя интервальное повторение. Один чанк появляется несколько раз в различное время. Курс становится модульным. Мы можем добавить в него любую новую информацию, при условии, что она связана хотя бы с одним существующим чанком. Таким образом, мы можем легко перебрасывать свои кусочки информации из одного курса в другой. Например, та же методика обращения с ножами может перейти в курс по приготовлению другого блюда, по приготовлению ужина на двоих, по навыкам, которые должен знать шеф-повар, чтобы устроиться в мишленовский ресторан и так далее. Именно за счет того, что все чанки связаны между собой в гигантскую паутину, мы можем выбирать, какой плац знания показать в курсе. Мы можем выбирать, какая цепочка знаний приведет студента к поставленной им, к индивидуальной цели. Но с моей точки зрения, самое главное то, что курс обретает гибкость. Студент движется не от темы к теме, а строит свой индивидуальный образовательный маршрут, самостоятельно открывая для себя новые единицы информации. В этом месте, так, спрашиваю, что такое чанк по-русски. Чанк по-русски это кусочек, переводится именно как кусочек, и это кусочек информации, самая маленькая единица курса. 15 минут внимания. Нужно, в этом месте я должна привести вам пример, потому что слышать это одно, а видеть реально построенные по этой структуре курсы совсем другое дело. К счастью, у нас в русскоязычном интернете есть прекрасный пример, который иллюстрирует как раз структуру чанков. Это курс, разработанный некоммерческой организацией теплики социальных технологий. Называется он «Теплосеть». В нем студенты идут от центральной обозначенной буквы «Т» плитки в любом направлении, которое им нужно. Каждый сектор информации, например, информация о сообществе, информация о юридической регистрации некоммерческих организаций, каждый такой сектор выделен своим собственным цветом. Но в каком порядке проходить эти сектора, в каком порядке их открывать, решает уже сам студент. Нет ограничений на количество открытых одновременно чанков. Он может учить по одному, может учить сразу все доступные ему темы, выбирать тот маршрут, который ему нужен. Например, в этом скрине студент прошел практически полностью голубой сектор, все, что связано с созданием сообществ, потому что для него это имеет первостепенное значение. Все остальные сектора открыты настолько, насколько студенту это было нужно. Вот наглядный образовательный маршрут. В этом примере, конечно, хороша еще и наглядность, то, что в любой момент ты можешь посмотреть, какой процент информации у тебя изучен, сколько еще информации осталось, какие темы есть на будущее и, собственно, по какому пути ты дальше собираешься пройти. Если у вас есть вопросы, да, вы следуете к примеру. Не стесняйтесь их сразу задавать, я буду рассказывать. Собственно, теперь передо мной стоит задача. Я знаю, что такое чанки, я посмотрела примеры, мне понравилось, и я хочу воспользоваться этой технологией. Что я должна сделать для того, чтобы разработать курс по методике Чанг-Лёнинг? Ну, в первую очередь, я сразу скажу, что это стало для меня очень серьезным испытанием. Когда несколько лет разрабатываешь классический линейный курс, да, по школьному принципу, тяжело быстро перестроиться на новую методику. И такая ситуация, что готовый курс преобразовать в Чанг-Лёнинг практически невозможно. Это не просто переупаковка информации, это полностью ее пересмотр. Поэтому курс лучше создавать с самого нуля. Даже если у вас есть информация, которую вы можете воспользоваться для моделирования курса, все равно саму структуру придется прописывать с самого нуля. И вообще, вот так с первого раза, неподготовленным, очень тяжело визуализировать всю вот эту вот паутину связи. Очень тяжело понять, какие кусочки информации цепляются друг за друга. Когда я пыталась сначала нарисовать именно вот эту вот паутину, расписать на маленькие кусочки, у меня постоянно получалось так, что какие-то хвосты провисали, они оставались максимум с одной связью, какие-то узлы становились настолько плотными, слишком много подвязок к ним было, что было проще дать эти темы как раз в линейной последовательности, чем предлагать студентам свободу. Поэтому сразу так честно и откровенно признаюсь, да, первые две мои попытки разработать такие курсы полностью и целиком провалились. Не так уж это оказалось и просто. Но тут нужно понять, как именно чанк выделяется в общем массиве информации. Каким образом можно из условной темы выделить как раз вот эти вот чанки. Если у вас есть предположения, вы можете их написать в чат, и мы их тоже обсудим. Возможно, не все способы я нашла самостоятельно, и мы сегодня сможем придумать несколько более эффективных. Окей, я прочитаю, если вы что-то напишете. Процесс поиска чанков в общем массиве информации очень похож на присваивание ключевых слов материалу. Очень похож на поиск по тегам. Я смотрю, что у нас сегодня много библиотекарей, тоже участниц вебинаре. В таком случае процесс должен быть знаком. Как составить каталог материала? Как прописать ключевые слова? Как сделать так, чтобы информация легко находилась под этим ключевым словам? На своей прошлой работе я, например, столкнула с этим, когда мы работали с сербисом. Нужно было прописать ключевые слова таким образом, чтобы материал находился по определенному набору ключевых. Дефрегментацию контента делает сам мозг. Но мы должны делать наоборот. Мы должны проделать эту работу за студента. И студент должен не разделить информацию, а наоборот из кусочков эту информацию собрать. То есть мы ему предлагаем не анализ, а мы предлагаем студенту синтез. Анализ мы проводим самостоятельно. Обычно, когда мы прописываем курс, мы анализ останавливаем на уровне тем или уроков. Вот у нас есть раздел, в нем есть тема. В эту тему мы вписываем три урока. И на этом процесс анализа, разбора информации мы заканчиваем. С чанками нужно идти дальше. Нужно бить эти уроки на маленькие кусочки. Нужно искать в них темы, нужно пристраивать им ключевые слова. Опять же, для тех, кто работал с программой Evernote, с зеленым слоном, тоже этот процесс может быть знаком. К каждой записи, каждой заметке можно присвоить какой-то тег и затем искать информацию по одному тегу или по его совокупности. И вот именно систему тегов я взяла за основу. Сначала я загрузила как раз в Evernote все материалы, которые у меня есть по курсам. Разбила их на кусочки, которые влазят ровно на один экран компьютера. Это, опять же, тоже важно. Вы сразу можете видеть тот объем информации, который нужно показать студенту на верстке. В интернете информация считается экранами. Один-полтора экрана – это примерно тот объем, который студент должен получить за раз. Это может быть очень большое количество текста, но лучше всего, если это текст, видеоролик или какие-то иллюстрации, и заканчиваются эти экраны тестом или вопросами на повторение. Кстати, вопрос на повторение можно вставлять и между абзацами. Они тоже будут работать очень эффективно. Итак, я разбила информацию на экраны, и затем каждой заметке я стала присваивать теги. Опять же, тоже не скажу, что это простой процесс, тоже пришлось несколько раз полностью форматировать все теги и начинать с самого нуля, до тех пор, пока я не выглядела для себя несколько основных принципов. В первую очередь, теги надо расставлять от ключевых понятий. Так, у меня в курсе по съемке и монтажу ключевые понятия – это, естественно, съемка, это, естественно, монтаж, это кадрирование, это крупность планов, и вот таким образом все основные понятия, которые я в обязательном порядке проговариваю студентами, сразу стали тегами. Второй лайфхак – это то, что теги нужно формулировать, что и как что делать. Это должны быть отглагольные теги. Например, снять красивый кадр, смонтировать интервью, сакцентировать внимание на одном предмете. Обычно теги ставят в одно-два слова, они получаются короткие, но вот мне оказалось удобнее расписывать теги достаточно длинными, для того, чтобы я всегда могла подобрать подходящие теги под конкретного студента. Он приходит и говорит, мне через две недели надо снять поздравительный ролик. Что я для этого должен сделать? И я сразу могу по его запросу подобрать нужные теги. Вряд ли ему понадобятся здесь чанки, связанные с интервью. Вряд ли понадобятся чанки, связанные с репортажем. Скорее всего, будет постановочное что-то, люди будут появляться перед камерой, говорить какие-то хорошие слова. То есть это самый простой вариант, под который я сразу могу подобрать чанки. И зная примерно, сколько времени уходит на освоение и на закрепление каждого чанка информации, я могу рассчитать курс так, что он уляжется в то время, которое у студента есть. Это тоже очень важно, но работает, как правило, только в индивидуальных занятиях. У группы студентов, как правило, разной цели. Они все хотят разного, часто хотят странного. И подобрать чанки по их временным запросам в принципе невозможно. Так, каковы принципы создания системы тегов? Принципы структурирования знаний о предметной области или все это эмпирически субъективно? Что-то идет субъективно, потому что если вы проводите занятия по этой теме, вы уже начинаете чувствовать своих студентов. А что-то базируется как раз на тех принципах, которые сейчас на экране. Сначала мы выводим ключевые понятия, затем мы записываем еще в принципе все, что в голову придет о данном кусочке информации. Это получается такая каша на самом деле. Вы записываете просто все, с чем у вас этот кусочек информации ассоциируется. Репортаж, съемка, педагогика, целеполагание, все эти мысли. Хорошо, если у вас есть возможность пригласить еще одного человека, как раз того, кто олицетворяет вашего ученика, и он тоже проставит свои теги по материалу. То есть сначала мы собираем максимум тегов, которые могут быть привязаны. Затем мы смотрим пересекающиеся наборы. Например, чаще всего вот эти три тега у нас встречаются рядом. Условно съемка движущихся предметов, границы кадра, точка входа. Вот эти вот три чанка у меня постоянно прикреплены пачкой. Они нигде не существуют по отдельности. Значит, их нужно объединить в одну метку, в один тег. Можно объединить чанки в какие-то группы. Например, вот эта группа чанков всегда появляется в связи с приготовлением горячих блюд. Вот эта группа чанков всегда появляется в связи с приготовлением закусок. Затем мы смотрим на все это поле чанков. Если вы пользуетесь Эверноутом, как я, то можно у каждого чанка посмотреть частоту его появления. Все те теги, которые используются реже трех раз, это мусор. Они слабо связаны с другими темами, и их можно смело удалить. Опять же, если какой-то тег у вас появляется больше 10-12 раз, это значит то, что его нужно раздробить, опять же, на несколько мелких чанков. Да, вариант чанки, как ячейки, тоже хорошо представить. Если представить, что наш мозг состоит из вот этих вот ячеек, куда мы записываем информацию, то действительно, один чанк – чанк – это примерно одна ячейка знаний. Опять же, как мы можем еще найти вот эти вот теги, которые позволят нам структурировать материал? Можно взять текст курса ваш или похожий курс от других педагогов и загрузить их в системы анализа текста. Например, контентщики, контент-менеджеры, когда пишут свои статьи на продажу, они прогоняют их через несколько специфических сервисов. И эти сервисы считают, сколько там кустых лишних слов, какие ключевые слова можно выделить из этого текста, как часто встречаются вот эти вот лишние оборотистые конструкции, которые не приносят информацию, а только делают текст более цветным, более раскрашенным. Например, я свои тексты прогоняю через сайт PRC, и этот сайт, в принципе, достаточно хорошо показывает, как много воды в моих учебных материалах, какие ключевые слова можно выделить. Но, в принципе, вы можете найти любой другой сервис. По запросу, например, 10 лучших сервисов для тех, кто пишет тексты. После того, как вы выделили вот эти вот теги, после того, как все ваши материалы получили свою связку с какими-то чанками, дальше этот список чанков можно вынести в отдельный документ и каждому из них привязать материалы, поискать какие-то связи. Но я это все делаю обычно на бумаге, поэтому я не стала сканировать и показывать вам, как это все выглядит на самом деле. Понять по моим записям очень что-то сложно. Гораздо лучше будет, если вы возьмете вот такие вот клейкие стикеры и каждый чанк запишите на таком стикере. Лучше брать несколько разных цветов, для того, чтобы вам самим было проще ориентироваться. На каждом клейком листе вы записываете название чанка, располагаете, например, их на столе на свободной стене и рисуете между ними связи, от какого чанка к какой информации можно провести вот такую вот линию. Когда у вас есть вот эта вот визуализированная карта, когда ваш материал переработал, когда удалены ненужные теги, когда вы поняли, какие понятия являются опорными и их обязательно нужно преподать студентам, тогда уже можно переходить, собственно, к верстке, к визуальному представлению курса. Опять же, сначала это, возможно, лучше сделать на бумаге не в реальном мире и только потом уже переносить это в онлайн. Что можно сделать на основе вот такой вот карты, на основе такой паутины чанка? Собственно, карту курса. Ее можно сделать, как у меня было на втором слайде, как реальную карту, какие-то точки на учебном ландшафте, которые студент может посетить. Можно сделать, как в примере, теплосети, когда каждый урок предоставлен в виде модуля, и ученик может открывать их в любом порядке. Но чаще всего вижу такой вариант, что карту курса представляют как ментальную карту. И это тоже достаточно простой в создании и удобный вариант. создавая уроки, учебные модули на основе чанков, мы не забываем, что внутри одного чанка нужно дать информацию в разных форматах. Чаще всего в учебных курсах используются форматы текст и видео. Но, как правило, этого недостаточно. Надо использовать хотя бы три разных формата. Третьим форматом может быть способ проверки знаний студента. Например, это может быть тест. Из вебинаров Директ Академии, я думаю, многие из вас нашли для себя удобные способы создания разных тестов, разные сервисы для проверки знаний студента. Если нет необходимости проверять знания, то третьим форматом может быть, например, аудиозапись. То, что студент может прослушать на ходу. Мы знаем, что по статистике сейчас чаще всего, точнее, не сейчас, но в будущем чаще всего, курсы будут просматриваться на мобильном. И если разделить один чанк на три разных формата, которые студент может просмотреть, например, при поездке в автобусе. Он прочитал какой-то текст, он показал какое-то видео, он включил какую-то аудиозапись. Или провестал подборку снимков, подборку фотографий. В принципе, все возможные форматы только приветствуются, но опираются, конечно, наши курсы на текст и на видео. Первое. Чанки связываются внутри учебного курса между самыми гиперссылками. Если в тексте о том, как снимать двух разговаривающих человек, встречается термин кадрирование, то его нужно как гиперссылку связать с чанком, где подробно рассказано о том, что такое кадрирование. Если в тексте про кадрирование рассказано о том, что нужно нажать на кнопку записи, и от начала записи до конца записи должен гореть красный огонек на камере, логично дать в этом месте гиперссылку на настройки камеры. Какие бывают кнопки, какие параметры нужно настраивать перед началом съемки и так далее. Таким образом вы привязываете эти чанки друг к другу, и студент в любой момент может нажать на эту гиперссылку и вспомнить предыдущий чанк, таким образом закрепив его. Вот вам интервальное повторение. Даже если студент не переходит по этой гиперссылке, просто хайлайт, просто то, что у вас какой-то термин выделен, заставляет его напрячь мозг и вспомнить, о чем говорили в соответствующем уроке. Нам нет необходимости специально заставлять студента повторять информацию определенными интервалами через час, через три часа, через сутки. Достаточно того, что все вот эти термины, все вот эти базовые понятия будут разбросаны по телу курса и каким-то образом для студента подсвечены. То есть либо гиперссылки, либо хайлайты. Хайлайты – это примерно то, что мы выделяем маркерами, текстовыделителями. Просто какая-то цветная, может быть, ранка, цветной фон для слова или фразы. Чанки удобны для того, чтобы добавлять в наш курс геймификацию. Я уверена, что многие из вас, проводя обучение, используют те или иные методы. Самый простой вариант – это, например, достижение рангов. Человек прошел три определенных темы, он получил какой-то цветной бейджик, на котором написано, что он большой молодец. Помните, вот, когда учат в школе первоклассников, и в тетрадке клеят с маленькой наклейки с надписью «Ты молодец, старайся лучше». Вот примерно по такому же принципу работает геймификация с рангами. С рангами с ачивками по выполнению определенного количества заданий наш ученик получает красивый разноцветный бейджик, на котором написано, собственно, что он большой молодец. Вот такие вот условия от получения бейджиков можно привязать к каждому чанку. Например, чанк номер 5, номер 18, номер 4, номер 1 бейджик, а 5, 18 и номер 2 дают другой бейджик. Студент может не видеть за выполнение каких-то заданий он получает в бейджике, и так ему становится более интересно изучить как можно больше уроков, получить как можно больше вот этих вот ачивок. К чанкам можно привязать другой способ геймификации, набор очков. За эти очки можно покупать какие-то вознаграждения. Вот, например, когда мы для библиотеки проговаривали такие варианты, кто считали, что читатель, заработав, например, 100 очков, может получить возможность сделать свою мини-выставку, выставить на полках те книги, которые ему нравятся, прикрепить к ним свои отзывы, и вот такая вот маленькая аллея славы для отдельно взятого человека. Для этого каждому чанку назначается его стоимость. Есть система геймификации, например, на основе тех же курсов WordPress, которые автоматически начисляют очки под достижение каких-то баллов. Если курс очный, ну, это придется, конечно, считать вручную. Дальше хорошо бы иметь возможность для студента отложить чанк на какое-то время и вернуться к нему тогда, когда надо. Здесь как раз история про тех людей, которые любят задавать очень много вопросов и забегать сильно вперед. Он может открыть чанк того уровня, который он пока еще не может пройти. Он может посмотреть на него, порадоваться, что ему эта информация доступна, и вернуться к тем урокам, которые ему посильны. Потом со временем он снова вернется к открытому чанку, пройдет его, получит дружбу информацию. Просто в моей практике встречается действительно очень много этих людей, которые любят забегать вперед. Не то, что на урок, а на три, на четыре урока, на несколько недель вперед, а что будет в самом конце. И как раз чанки в том плане и удобны, что вы можете приоткрыть, показать, вот что мы будем изучать через две недели. Человек сам увидит, что информация ему доступна в любой момент, никто от него информацию не скрывает, и что эта информация для него пока слишком сложна. Он успокоится и вернется к изучению той информации, которая ему под силу. Собственно, сейчас я предлагаю сделать следующее. У нас у всех разные темы курсов, у нас у всех разные учебные потребности. Я предлагаю какой-то из ваших конкретных кейсов, из ваших конкретных курсов разобрать и предположить, какие чанки могут быть в его составе. Давайте кто-нибудь из вас, кто первым успеет, напишет тему одного из уроков, тему одного из занятий, и мы попробуем сообща создать для него систему чанков. Я больше всего работаю с видео, с презентациями, поэтому у меня очень часто чанки привязаны к программе, к возможностям одной или нескольких программ создания какой-то информации. Но сейчас со временем я сменяла место работы и больше занимаюсь работой с медиашколами, с тем, как научить школьников, как научить старшеклассников работать с журналистскими материалами, писать истории, да, в сторитейлинг, брать интервью, брать репортаж. И, опять же, первое, с чего мы начали работу, это именно с того, что разбили всю вот эту информацию на чанки и выбрали те, с которых будем начинать первыми. То есть сейчас я работаю именно, скажем так, с медиашколами, с тем, как некоммерческие организации, как школы, как библиотеки, как какие-то молодежные организации могут представлять себя в интернете, какой контент они могут генерировать, в какие форматы они могут его верстать и как могут предлагать его своим читателям, может быть, своим зрителям. Например, я смотрю вот эти вебинары по сторитейлингу, и сам сторитейлинг не может являться отдельным чанком. Он включает в себя слишком много понятий, слишком много нюансов для того, чтобы прикреплять сторитейлинг как тег к вашим учебным материалам. Но мы можем прикрепить, например, в рамках сторитейлинга, мы можем прикрепить героя. Все истории строятся вокруг какого-то героя. Героя может быть реальный человек, героя может быть какой-то недушевленный предмет, про который мы рассказываем. И вот как раз герой истории – это очень хороший тег, по которому можно уже писать сразу чанк информации. Если бы я делала именно такой курс и писала про героя истории, я бы в чанке рассказала о том, как выбирать героя для вашего материала. Я бы сняла видео о том, как разговаривать с героем, какие задавать ему вопросы, что можно сделать, чтобы узнать человека получше. И, например, в этом же чанке я бы задала несколько вопросов на закрепление информации. Представьте, что вы общаетесь вот с таким вот человеком, какие вопросы вы могли бы ему задать для того, чтобы сделать про него материал. Так, вижу, что никто не хочет раскрывать свои педагогические тайны и показывать темы, с которыми они работают. Природные зоны России. Отлично. Значит, у нас идет отдельная тема – природные зоны России. Сначала мы собираем все ключевые понятия, связанные с этой темой. То есть, каким образом наши природные зоны выделяются? Что есть? Климат, погодные условия, географическое расположение, широта, долгота. Я выписываю вот эти вот ключевые понятия. Могу сразу просмотреть, например, текст учебника и вот эти ключевые понятия выписать куда-то себе на листочек. Потом я начинаю думать о том, что я знаю на эту тему. И желательно, конечно, вот я бы вытащила, например, своего сына школьника и спросила бы, что он знает о природных зонах России. И вот все слова, на которые он напирает бы в своем ответе, я бы тоже их выписывала. Например, для школьника, ну вот мы учили не так давно эти природные зоны России, и в основном он запомнил именно о том, что жарко и холодно. А он запомнил то, что влияет, например, у нас на Дальнем Востоке ветер на климат. Он запомнил о том, что в тундре вечная мерзлота. И вот эти вот отдельные какие-то слова, отдельные понятия, отдельные термины я тоже буду выписывать. И дальше я буду смотреть, какие чанки связаны с другими чанками. Например, мы берем ту же вечную мерзлоту, тунру. Почему? Почему почва не оттаялась? Почему растут маленькие растения? С чем это связано? Широта, долгота, мало светит солнце, смена дня и ночи, смена сезона, смена времен года. Соответственно, у меня получается, что мы можем тему природных зон России привязать сразу к теме ботаническое разнообразие, что здесь растет, биологическое разнообразие, что здесь вводится, к теме смены дня и ночи, к теме положения земли относительно солнца. И вот таким образом я связи между чанками выстраиваю. Затем я смотрю, как часто встречаются какие-то теги и лишние просто-напросто выбрасываю. Ну, предположим, у муссоны. У меня сын школьник вспомнит про муссоны, но никаким образом внутри темы у меня муссоны не связались с другими тегами. Значит, выбрасываю. Это будет лишнее. Что я могу объединить? Какие теги я могу объединить в один пол? Предположим, я могу объединить все теги, связанные с ботаникой, с тем, какие растения произрастают в зоне тундры. Вместо того, чтобы расписывать отдельно карликовые березы, я один, да, вместо этого я просто делаю один тег, который будет называться растение в своей климатической зоне. Сколько чанков идеально нужно зацепить за тему? Ну, минимум все-таки три штуки для того, чтобы связать как минимум еще с тремя темами и как минимум три раза ученик вспомнил про природные зоны, изучая другие темы. То есть хотя бы три тега я на каждый материал должна поставить. Так, если слово природные заменить на ментальные, чтобы не учениковать и до какого уровня? Ментальные – это ментальные, да, как я поняла? Ментальные зоны? Ментальные. Хорошо. Хорошо. Наша задача как раз раздробить до 15 минут вот эти вот фрагменты. 5 минут, 10 минут, 15, да. Меньше уже не следует, больше уже тоже не следует. Пытаемся раздробить информацию. Значит, каждый тег, который мы присваиваем какому-то промежутку, какому-то нашему кусочку информации, нашему чанку, должен, в принципе, укладываться в те 20 слов, которыми мы можем его описать. Вот тот же чанк, я рассказываю про чанки, я должна описать его максимум 20 словами. Вот это как раз та граница дробления, которая должна быть. Можно связать между собой чанки и лифт-тест. Лифт-тест – это когда вы едете в лифте с незнакомым человеком, за то время, пока лифт поднимается на ваш этаж, вы должны успеть ему объяснить какое-то понятие. Собственно, вот таким вот лифт-тестом, такими кусочками по 20 слов вы должны уметь описать каждый чанк. Если у студента нет времени на изучение, на получение полной информации, хотя бы 20 слов он должен уметь рассказать о каждом вашем чанке. Предположим, само понятие чанк я могу описать, наверное, даже и в меньшем количестве слов. Чанк – это единица информации, которую студент может усвоить за один раз примерно в течение 15 минут. Ну вот 13-14 слов для того, чтобы объяснить, что такое чанк. Попробуйте взять какую-то тему из вашего курса и объяснить ее также максимумом в 20 словах. Если она в 20 слов не лезет, значит, ее нужно дробить на несколько чанков. Какие еще вопросы? Мы можем успеть разобрать еще парочку примеров. История математики. Так, ну, собственно, всю историю математики в 20 слов я точно не уложу, значит, будем бить ее на кусочки. Предположим, я выделяю вот так вот чисто по своему опыту, чисто по своим знаниям первый кусочек – это математика в древнем мире. Смогу ли я в 20 словах рассказать о Архимеде, о Пифагоре, о школах математики? Я думаю, что нет, 20 слов мне для этого не хватит. Значит, продолжаем бить дальше. Ищем следующие чанки. В принципе, какие сразу теги я могу проставить в материалы математика в древнем мире? Я могу проставить тег «Первые геометрические расчеты», я могу поставить тег «Математика при строительстве древних сооружений», я могу поставить тег «Именно образование математических школ», я могу поставить, например, тег на простейшие арифметические операции, на квадратичное уравнение и так далее. То есть я разбиваю вот такие вот теги. На такие вот теги. И от них уже начинаю писать дальше. Предположим, я дошла вот так вот в своих изысканиях до чанка, который будет называться… У меня названия очень некраткие, для того, чтобы я сама понимала, о чём идёт речь. Мой чанк будет называться «Как в древности использовали математику при строительстве». И вот здесь вот буквально в 20 словах я могу описать. «Предположим, в древности использовали иерархическая структура чанков не получится по той причине, потому что мы связываем один чанк с другим, тег с другим. Мы разбиваем структуру поэтапно. Я в качестве примера, да, я показываю вот это вот иерархическое разбивание поэтапно, потому что как бы не моя тема. Когда дело касается твоей темы, ты немножко лучше чувствуешь, какие кусочки информации нужно получить. Когда я копаюсь в незнакомой для меня теме, предположим, я вот поймали, связали и заставили разработать курс про историю математики, я начну с того, что сама изучу хорошо эту тему. И в процессе изучения я буду делать для себя заметки, писать как раз, какие вот такие вот теги я могу использовать, какие чанки я могу использовать. И буду стараться связывать их между собой. Да, буду стараться связывать их между собой. Когда я читаю, например, учебник по какой-то теме, ну вот, и все-таки мне ближе немножко по истории, чем по истории математики, да, предположим, я читаю по истории математики про лицеи, про гимнасии, в которых древнегреческие ученые брали своих учеников и обсуждали какие-то темы. Для меня логичнее зацепить вот этот вот кусочек информации, этот чанк, не с дальнейшим развитием математики, а для меня логичнее его зацепить с жизнью полиса, с греческих городов. Почему была именно такая структура? Почему вот нужно было именно обсуждение? Почему нельзя было поставить те же самые классы, и то, до чего додумался один человек, пересказывать другим? То есть для меня тема истории математики и вот тема Пифагора и Аристотеля, она логически выводит к следующему чанку, а как же, собственно, существовали эти греческие города, а почему учеников учили именно так. А потом, например, а почему сейчас учеников учат по-другому? Почему мы не можем возродить вот эти вот гимнасию, самые лицеемы, и чтобы наши известные ученые брали своих учеников и днями гуляли под прекрасными пальмами и разговаривали о чем-то великом? И действительно очень много, вот как писали вопрос раньше, чем лучше вы знаете тему, чем больше у вас собственного опыта в ней, тем более интуитивным, тем более эмпирическим становится деление на чанке. Опять же, я смотрю, вы уже во все обмениваетесь с руками, что-то интересное. Я тоже потом обязательно посмотрю, как сделаны эти курсы. В этом плане мне очень близок подход Академии Хана, потому что те кусочки информации, на которые разбита та же самая алгебра в Академии Хана, нет необходимости изучать нелинейно. Вы можете выбирать какие-то кусочки, какие-то темы и отрабатывать именно их, искать связку с ними, от алгебры переходить к программированию, от программирования возвращаться к геометрии, а к геометрии неожиданно оказаться на теме истории искусства и посмотреть, почему у нас египетское искусство изображалось именно в плоской проекции. То есть вот такие кусочки информации в Академии Хана тоже представлены прекрасно. Плюс там для каждого чанка назначена своя стоимость геймификации, свои очки, свои ранги, которые начисляются за прохождение. И получая определенный набор бейджиков, какие-то из них существуют, например, только в течение двух недель, и после их невозможно получить, набирая вот эти вот бейджики, вы зрительно видите, какой объем информации, представленной в Академии, вы уже изучили и какой объем еще остается неизученным. Какие особенности в чанках к курсам не теоретическим, а развивающим навыкам. Я сейчас ворвусь на один из слайдов. Так, если наш курс основан именно на развитии навыков, то здесь в первую очередь мы должны ориентироваться на третью строчку. То есть третья строчка – это студент вспоминает какой-то чанк и затем использует его на практике. Так, предположим, игра на музыкальном инструменте. Вот знаете, в японской традиции есть такая система управления персоналом, когда человек, прежде чем что-то сделать, например, машинист электрички, прежде чем тронутся, он показывает пальцем на двери и говорит, двери электрички закрыты. И после этого уже поезд отходит по расписанию. Вот немножко на это похожа практика чанками. Мы сначала вспоминаем чанк, проговариваем его, и затем приступаем к практике. Например, для постановки, значит, для того, чтобы правильно поставить пальцы на клавиатуру, нам нужно вспомнить ощущение мячика в руках. То есть у нас руки, ладошки отрублены, пальцы отрублены, как будто мы держим какие-то мячики. После этого мы ставим руки на клавиши и начинаем играть. То есть каждый раз, пока этот чанк не закрепился окончательно, наш студент проговаривает. Преподаватель может задавать наводящие вопросы. Какие должны быть руки? Как правильно поставить руки для игры на фортепиано? И студент должен вспомнить и, возможно, проговорить вслух о том, что руки должны быть именно вот такие. Учимся разговорному английскому. То же самое. Есть какой-то чанк информации, например, про то, что сначала идет всегда подлежащее, а потом идет сказуемое. И прежде чем построить какую-то фразу на английском языке, мы просим студента вспомнить, в каком порядке в английском строятся слова в предложении. Повторяем, практикуем вот этот чанк до тех пор, пока у студента это не будет идти на автопилоте. Поэтому как раз важно то, что чанки, они небольшие, в 20 словах их можно проговорить. Я знаю, что в английском языке всегда первым идет сначала подлежащее, а потом сказуемое. Проговорил, составил фразу. Проговорил, составил фразу. Какое-то небольшое количество повторений достаточно для того, чтобы это закрепилось, и нейронные связи окрепли, и уже не было необходимости вспоминать именно этот чанк, потому что в голове у студента это знание поселилось уже все плотно и надолго. Опять же, от чанка порядок слов в предложении мы можем перейти к следующему чанку порядок слов в опросительных предложениях. То есть в опросительном предложении мы должны поменять. Студент, опять же, мысленно говорит, да, я знаю, что в английском языке какой-то порядок слов, но когда мы задаем вопрос, порядок слов будет вот такой. Он сразу два чанка у себя в голове соединил. Новая нейронная связь со временем закрепляется и начинает использоваться уже на автопилоте. Что у нас еще по вопросам? Вообще, в англоязычной литературе, когда я читала про чанк Леонид, у них нет вот этой вот именно методики, делай раз, делай два, делай три, получишь структуру курса, разбитую на чанке. Нет, такого у них нет. Вот именно, скорее всего, педагоги используют методику чанков как способ проверить, а действительно ли у них курс удобен, а действительно ли информация разбита на самые маленькие усваиваемые кусочки, а действительно ли студент может строить свою образовательную траекторию. То есть, если даже кто-то из зарубежных педагогов имеет методику развития курса на чанке, то они ей вот так вот подкрытки не делятся. И опять же, готовый курс, готовую уже какую-то организованную информацию разбить на чанке очень сложно. И вот что я могу в этой ситуации посоветовать? Перед тем, как создавать какой-то новый курс, нужно идти от образовательного запроса. Ну, вот, например, сегодня меня спросили, да, как взять фотографии, сделать из них слайд-шоу и сохранить как видео. И вот этот вот кусочек я могу вставить в какой-то из своих курсов и разработать на его основе целый курс по созданию слайд-шоу просто по какому-то образовательному запросу. То, что люди спрашивают чаще всего, во-первых, это чаще всего востребовано, во-вторых, это именно тот кусочек, который они могут усвоить за один раз. Так. Уважаемые коллеги, если у вас еще есть вопросы, если вопросов нет, то я передам Папу Юрьевичу слово. Дорогие друзья, было очень интересно сегодня послушать наш вебинар. Тема для меня достаточно интересная. И вообще говоря, идея Чанков, или как мы их называли лет 7-8 назад, квантов знаний, она витает в воздухе, конечно. Есть разные технологии. Я вот тут даже не удержался и привел в чате пример нашего курса 2012 года. Это его открытая версия. Она немножко отличается от того, что было залито в систему дистанционного обучения. Но, тем не менее, примерно такая же. Вот этот курс тоже был сделан по принципу Чанк-Лайк. Можно сказать, похоже на то, что Анастасия нам сегодня говорила. У нас был даже целый разработан специальный инструмент, при помощи которого мы такие курсы делали. И даже у нас была реализована идея немножко более, ну, не скажу продвинутая, другая идея. У нас не было прямой перелинковки между Чанками. У нас была перелинковка в области ключевых слов. Ключевые слова у нас были представлены в различных указателях. А через указатели осуществлялась перелинковка между разными элементами, между разными Чанками курса. Очень интересная тема. Упирается тема в то, что нужен инструмент. Для того, чтобы это делать массово и дешево, нужен инструмент. Ни один из классических инструментов, к сожалению, напрямую не поддерживает подобную модель. И это очень жалко, потому что очень продуктивная модель, на мой взгляд. Гораздо удобнее, чем иерархическая модель. Раздел, глава, тема и так далее. Вот в зубах навязано на самом деле. Мы давно живем в мире, в сетевом мире, а курсы у нас до сих пор иерархические. И это совсем неправильно, на мой взгляд. Вот. Так что инструментальная проблема, она существует. А делать все курсы руками, ну, это, конечно, много, но это, конечно, можно, но это, к сожалению, гораздо дороже, чем при помощи каких-то инструментов. Спасибо, Анастасия, за замечательную тему. Мы на эту тему будем еще думать. Может быть, надо что-то еще организовать. Глубокая тема, на самом деле, которая может породить из себя еще несколько тем, по принципу Чанков, кстати. Нужно развитие, да. Олег Васильевич, я хотел бы отметить, что как раз, почему эта тема немножко заглохла в 2012 году? Ну, потому что, именно потому что по ресурсам не проходило. В ВУЗу нужно было около 500 подобных курсов. Несмотря на то, что у нас был рабочий инструмент, который это мог сделать, обеспечить уж совсем такую дешевизну, в которой нуждался ВУЗ, мы не могли. Именно поэтому эта идея была загублена в 2013 году. И вот появилось всего пара десятков курсов и больше ничего. Но сама по себе идея живет, конечно. И когда я услышал ее снова от Анастасии, у меня просто вот внутри все загорелось. Я сразу решил, что из этого надо сделать вебинар. Я надеюсь, что что-то из этого получится со временем. Из искры возгорится пламя, и мы что-нибудь и на рынке электронного обучения увидим, и в инструментарии. Потому что как только инструментально будут поддержаны эти решения, чтобы эти чанки можно было легко делать, легко связывать. А там на подхвате еще масса тем, связанных даже не с искусственным интеллектом, а с чем-то более простым, связанным с тем, что чанки очень легко... Если проводить простой лексический анализ текстов, чанки достаточно легко агрегируются в некие кластеры. И указание этих кластеров, разметка этих кластеров – это следующий путь по вот такой нормальной перелинковке, которая ведет к лучшему пониманию того, какие смыслы друг с другом больше связаны, и по нелинейному изучению тем. Ну ладно, я тут не хочу подменять собой спикеры, я надеюсь, мы эту тему как-нибудь потом продолжим. Где можно почитать об этом? Не знаю, где можно почитать. Может быть, Анастасия ответит. Мы в свое время просто опирались на идеи, которые подсмотрели у Академии Хана, и немножко их продлили и развили для вузовской нашей тематики. Да, это тоже было бы интересно, где можно посмотреть такие курсы, хотя бы их демки. Ага, даже на Курсере. Здорово. Ну, Анастасия, насколько я понимаю, на Курсере это все-таки не ваш курс, да? Это курс, по образцу которого вы хотели бы представить, да? Ага, Анастасия, посмотрим, будем следить за вашими успехами. Я надеюсь, что вот в рамках Силамеди будет сделано много полезного, потому что я вообще с придыханием за этой компанией слежу. Надеюсь, что все будет нормально. Ага, здорово. Коллеги, ну вот нас сегодня не так много, но собрались, я смотрю, такое самое, люди, которые интересуются темой, и не впервые слышали я. Вообще на глубокие темы онлайн-обучения ходят люди, близкие по духу мне. Я вижу здесь много людей, которые составляют цвет отечественного онлайн-обучения и онлайн-обучения на территории стран бывшего Советского Союза. Это здорово, я надеюсь, что мы будем продолжать такие курсы, несмотря на то, что они никогда не могут быть массовыми, да, ввиду своей тематики. Обязательно будем продолжать. Ну что ж, друзья, огромное спасибо за то, что пришли. У нас еще следующая неделя есть, на которой у нас будет представлено 6 вебинаров, и мы уходим дальше в отпуск до сентября. Всем спасибо, до новых встреч, директор.